вот так вот друзья уже все чистенько беленько все уже готова под покраску стен завтра мы вот вырым бассейн и возможно даже начнем ставить опалку и после паски сразу льем бассейн и полы я не знаю даже сколько сейчас времени часов 10 наверное может 11 в общем я хотел поблагодарить андрюху друга и подписчика канала за то что он вызвался и сегодня приехал помог все работники мои забухали там пасхальные праздники потом бла-бла-бла там проводы все дела и в общем сегодня я психанул поехал тоже поубирал там на кладбище и тоже себе буханул немного вечерком и решил все-таки до строить бассейн и вот андрюха приехал и сегодня мы вот такую вот хрень вырыли сейчас я вам покажу как это все выглядит вот чтобы вы понимали какая глубина у господи какая глубина всего все этой конструкции в общем вот по пояс уже мы углубились фундамент вот такая вот ребята херня то есть фактически это уже горизонт от которого мы будем дальше плясать ну точнее я там песок щебень все дела осталось вот выбрать вот здесь немного разровнять всю эту кучку заложить закладные трубы на фильтрацию просыпать песочком щебнем заложить клеен очку и можно уже потихоньку лить лить друзья бетончик так что вот как то так потихоньку двигаемся потихонечку продвигаемся вот такая вот херня ребята вот такая вот работа вот чтобы вы понимали как я люблю своих рыбок ребят всем здравия сегодня воскресенье вот самая утречка пол восьмого утра и я принял решение запилить для вас новый видосик друзья есть у меня три намёточки которые я хотел озвучить буквально вот следующих видео от первое о строительстве бассейна с нуля и до вот момента когда у него мужик когда в нем уже плавает рыба вторая это о классической серии фильтров компании хейн хотел рассказать вам некоторые тонкости и нюансы ну и третье видео о долгожданное видео о наполнителя для фильтров сам по в общем вообще о наполнителях био и механических наполнителях для наших аквариумов друзья мои в общем в сообществе канала я выставил голосовал очку и по результатам этой голосовал очки сегодня друзья мы будем смотреть видосик о том как я строил вот этот бассейн что же ребятки начну я наверное с предыстории значит идея построить вот этот бассейн появилась у меня тогда когда я увидел что есть рыба которая пользуется спросом и она продается до размера 30 сантиметров но когда я заказывал для себя количество побольше и вот еще последнее время у меня появилась идея оставить себе вот несколько крупных особей для дальнейшего разведения то я столкнулся с тем что всю эту рыбу нужно где-то держать даже в тоннике эта рыба не растет так как я бы хотел этого и собственно так у меня появилась идея построить бассейн то есть большой резервуар для того чтобы вся эта рыба могла себя там хорошо чувствовать плавать там жить в общем ну вы понимаете о чем я до строить такой резервуар из стекла по моим подсчетам получилось очень очень дорого строить много аквариумов чтобы эту рыбу держать порознь получалось и дорого и по времени затратно да и вообще как бы я вот здесь я ограничен всего-то 50 квадратными метрами площади как вы видите я даже потолки выгнал в три с половиной метра высотой для того чтобы побольше аквариумов уместить на стойках верху и в общем я решил построить такой резервуар который принципе не занимает много места вот вы видите сами что вместо много не занимает и в то же время друзья он вмещает себя 12 тонн воды 12 тонн в которых моей но на сегодняшний день здесь население около 30 хвостов им здесь не то что хорошо им здесь просто прекрасно друзья мои вот ребят можете видеть сами в данный момент они уже утро они привыкли с утра покушать и они уже стоят всем прям возле вот прям возле вот борта вот смотрите рукой махнул видите что делается вот смотрите вот они уже ждут кушать вы наверное сами замечали одну по крайней мере те кто держит у себя крупную рыбу в аквариуме что рыба большую часть своего времени находится в стоячем положении то есть она замирает где-то в одном месте и иногда переплывает с места на место но в основном крупная рыба в аквариуме она стоит на одном месте таким образом она в аквариуме жиреет и она не так активно кушает и с этим то и связано все проблемы потому что вот здесь вот заметьте рыба постоянно находится в движении это они сейчас замерли потому что они меня видят возле борта бассейна вот я здесь стою и они уже думают что андрюша им будет давать кушать но на самом-то деле нет у них сегодня разгрузочный день сегодня я думал разгрузку сделать вчера но нет сегодня у них будет разгрузка и сегодня им придется поголодать ну а так ребят в общей сложности хочу вам сказать что вот многие мне говорили мол типа андрюха ты бы лучше сделал вот здесь вот стеклянную стенку чтобы за рыбой можно было наблюдать бла 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 в общем а на самом-то деле и у меня были такие мысли но опять же посчитал бюджет вот этой одной стеночки и ее как-то правильно сказать хрупко что ли да то есть непрочность всей конструкции я принял решение что все таки это не видовое аквариум это промышленное помещение это промышленный резервуар в котором рыба просто подрастает и живет ждет новое жилье у новых хозяев ну и подрастает конечно же та которая вот я себе уже хочу оставить с этого населения я себе точно хочу оставить пару монокулусов и пару целярисов и я уже кстати после переселения в бассейн я уже замечаю что рыбка разбивает пары они нередко уже даже стоят по углам чистят плитку вот и собственно вся эта рыба здесь живет она себя прекрасно чувствует ждет переселение в новые аквариумы и собственно ждет переселением нерестовики и так то как за и появилась идея вообще построить бассейн я вам вкратце рассказал теперь давайте перейдем строительство самого бассейна вот сюда будем закладывать трубы для фильтрации вот сегодня сказал мастер что сегодня уже зальем весь бассейн вот и завтра уже можно будет запускать рыбу вот такие вот друзья трубы это 110 или или 120 диаметр не помню точно как бы они должны пропускать от 40 до 50 кубов в час две трубки вот так вот друзья труба утеплена утеплена для того чтобы она будет под бассейном идти и для того чтобы не было теплопоте вот так мы и утеплили дар колокольчики реально бубенчики изменять полы прыгаешь в яблок ну вот в общем друзья как-то так отсюда будет водичка с бассейна сливаться вот там вот подниматься и переливаться там уже потом там бла-бла-бла в общем надо до этого еще далеко а 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 Звучит музыку. Еще. Херек. Ну то и херек. Бассейн готов. Завтра запускаем рыбу. Водичка отстоится. Биология запустится. Да, Андрюх? Чуть говна плавает. И все будет окей. В общем, друзья. Сейчас выравниваем десятками пенопластом. Вот этот вот парапетик. Вот такой вот здесь выступ есть фундамента. Вот десятка. И потом, сейчас подштукатурим стены. Вот там вот же начали набрасывать. И потом еще вложим пятерочку. Чтобы выровнять все стенки. И утеплиться. Чтобы нам от фундамента когда сырость и холод не шли в наш бассейн. Утеплитель от двух стен, от фундамента. И по периметру утеплились от земли. Сделали гидроизоляцию с помощью пленки. Пленка у нас... Я не знаю сколько там микрон. В общем, для теплиц пленка плотная. Здесь у нас уже на низу черновая стяжечка. Конечно, слегка все это грязно. Это все еще будет чиститься когда-нибудь. Возможно. Ну и в общем так. Сейчас будем вязать арматурку. и выставлять опалубку. В принципе, уже как бы процентов 30 работ сделано. Не, 20. Не, 15. Ребят, начали вязать арматуру. В общем, вот такая вот хрень у нас получилась. Решили делать каждых 30 сантиметров. Ну, как бы специалист говорит, что это очень часто. Я вообще хотел 20 сантиметров делать, но будем вот так вот вязать. Я думаю, что этого будет достаточно. Ну, в общем, друзья, вот уже как бы выстраивается в логическое совершение вся конструкция. Вот уже здесь она практически готова. Но здесь пока только продольные стоят. Ну, вот как-то так будет выглядеть каркас на аквариум. Ну, точнее, на бассейн. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Ну, в общем, все как всегда. Ребят, ну, практически финиш. Осталось вот еще каратыши покрутить. Вот дядя Гена как раз этим занимается. Ну, в общем, такая вот, ребята, конструкция. Вот такой ни хрена себе глубины. Вот. Ну, получается, глубина в данный момент в мой рост. Вот. Ну, оттуда еще минус там сантиметров двадцать. Потому что... Вот. Сантиметров минус двадцать. Потому что там теплый пол, все дела. Ну, в итоге чистыми там полтора метра глубины выйдем. Ну, вот и все, ребята. На сегодня все. И я думаю, что это уже финиш. Я думаю, что здесь уже никто ничего доделывать не будет. В общем, вот это вот все закреплено. Вот. Каждые тридцать сантиметров. Здесь хрен оторвешь. Угол вообще. Вот. Вы видите, да? У тебя здесь дурь его. Шатаю. Его хрен поднимешь. Ну, здесь по центру есть небольшой шат. Ну, как бы это все уплотнится же бетоном, правильно? Ну, вот как-то так. В общем, наконец-то закончили мы работу. Устали очень сильно. Не будем говорить слово на буквы Z. Ну, в общем, да, ребят. Вот такая вот фигня у нас получилась. Я надеюсь, ну, возможно, завтра еще вот здесь вот пропустим вот по одной арматуре по центру. Именно на тех сторонах, где стены как бы будут провисать. Но, опять же, тот горизонт пола, который вы сейчас видите, он поднимется еще сантиметром на 25 минимум. То есть, здесь вот сейчас где-то метр пятнадцать. А по факту пол будет где-то... Ну, вообще, бассейн запланировано, чтобы бассейн выступал на... Вот вы видите, мы отбивали горизонт. Вот, 80 сантиметров над уровнем пола. Здесь еще будет черновая стяжка, потом будут теплые полы, потом чистовая стяжка. Ну, в общем, как-то так. Привет, друзья! В общем, сегодня мы начали уже выставлять опалубку. Сейчас вам покажу. Вот еще мы добавили по рекомендациям Армена, еще добавили по центру. Вот, и там у меня завалялись вот такая вот проволока, толстая пятерка или шестерка. Мы ее обогнули в углы полностью. Вот, везде мы еще ее набросали. Вот там чуть-чуть продольно сделали. Ну, в общем, была лишняя валялась. Не на металлолом же ее сдавать. А здесь она точно не помешает, я думаю. Ну, и, в общем, получилась вот такая вот конструкция в итоге. Вот здесь уже стоит опалубка. Вот, после обеда выставим еще две стенки и будем все это дело выставлять распорочки и так далее. Значит, еще момент. Ну, она, наверное, сюда вот пододвинется еще. Вот так где-то вот будет. Ну, стена, конечно, получается капец. Бассейн получается немного меньше, чем я ожидал. Потому что, в общем, проблема в том, что вот этот угол здания, он не 90 градусов. И, получается, нам нужно сделать ровный квадрат опалубкой. В итоге получится немного толстые стенки. Ну, ничего страшного. Я думаю, в этом нет. В этом паре у нас есть полочка. В этом паре у нас есть полочка. В одном аквариуме четыре полочки. Да, я все. Ой, боже, я же на камеру матякаю. Что, не можно на камеру матякуваться? Ну, казалось нам, что нельзя. Ну, ***. Эр! Окей Эр! КО kilometer О... в общем друзья сегодня занимаемся заливкой бетона покажи вот у нас 500 марка цемента делаем замес 1 к 4 то есть две части вот такого мелкого щебня щебня 1 точнее две части вот такого вот трава попалась две части гранд пыли добавляем вот такой вот пластификатор 120 грамм на один замес и еще добавляем вот такую вот друзья волосню так выглядит пачка вот такой вот как это правильно называется полипропиленова фибра короче фибра полипропиленовая вот она связывает капец ну и в общем все это дело мешаем наши работяги и заливаем вот сюда вот мы уже пролили 7 замесов но нифига не видно конечно на камеру в общем дело потихоньку движется так что как-то так а в общем друзья вот такой вот получился бассейн я сегодня его дважды смачивал водой вода уходит в него шелестит в общем вот там вы видите сейчас я покажу здесь вот три пяточки здесь и здесь три пяточки приварены точнее замурована там арматура такая и вот они заложены для того что здесь будет лежать три швеллера где-то на высоте 60 сантиметров над бассейном и сверху будут стоять еврокубы вот здесь будет стоять стоечка которая сейчас у меня находится дома и в перспективе когда-нибудь еще одна стоечка стоять будет вот здесь по центру и все это дело будет зациклены на одну систему фильтрации на еврокубах плюс в одном будет еще водоподготовка для нереста рыбы что еще вот тут вот видите я заложил помимо труб внутри я заложил еще три четыре переливные трубы для того чтобы сделать аварийный перелив на случай если скат шляпой накроет раб ну и не знаю возможно какие-то там коммуникации будут подводить через них лучше пусть они будут чем потом сверлить стены гулялить и изобретать велосипед глубина бассейна как вы видите не маленькая вот полтора листа и usb это у нас получается сколько метр шестьдесят ой метр двадцать пять плюс шестьдесят с чем-то там но в общем почти два метра где-то метр восемьдесят высота точнее глубина вот туда украдется еще сантиметров я думаю минимум 20 там еще будут пеноплекс лежать будет или как он называется в экструдированный пенопласт в общем толстый то на одной пятерка на нем будет теплый пол там будут стоять термодатчики и сверху еще будет стяжка сантиметров 10-12 такого же бетона как вот здесь ну в принципе вот как-то так по бассейну значит вот там вот вы видите вот какая гора мешком это весь цемент ушел на заливку вот этого бассейна но и да вот здесь у нас стенки ровно 20 сантиметров вот та эта стена и здесь стена 20 сантиметров все что лишнее здесь по моему 35 всего толщина все что лишнее это там просто накрыт пенопласт вот где-то слоем там сантиметров 10-12 может 15 он просто накрыт так что фактически по периметру у нас стены там 20 сантиметров он уже здесь 22 пуска будет но укрепляли мы тоже это все дело там потому что я еще там гвозди какие-то там нашел в общем все туда побросал потому что здесь все таки будут пятки стоят ну это будет швелера здесь 3 его кубачу вверху будет и соответственно будет немного нагрузка но я думаю этот бетон такой вес должен быть выдержать без проблем вообще тем более что у нас пяток получается 1 2 3 4 5 6 7 8 3 тонны это три тонны на восьми пятках это приблизительно там грубо говоря 400 килограмм на одну пяточку это для бетона в принципе вообще не вес тем более получилось у нас марка 250 бетона это на мешок цемента 500 марки мы давали два мешки 250 килограмм гранат сева и 50 килограмм мелкого щебня вот увидите вот он лежит в общем да и опалубку выставляли мы как видите никаких распорок ничего нет нестандартным способом я думаю такой такой вот типа опалубки вы не видели вот видите внутри вообще нет ни одной распорки и как вы видите все прекрасно выдержала все прекрасно держит в общем как сказал человек который помогает не совсем этим главное понимать куда и как бетон давит а вот кстати и бассейн который построил андрюха в общем вот такой вот бассейн вот он толщина стенки я думаю что его не только водой будет сложно сломать его даже кувалда ребята сломать будет сложно вот так вот вот здесь у нас на стене будет котел и вот трубы пойдут вот туда вот бассейн и так вот 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 так вот 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 так вот не пойдут уже в комнату вот здесь мы уже подпилили фундамент чтобы запустить трубы в комнату вот там уже уже все готово чтобы положить трубы осталось вот только вот чуть-чуть вот коридорчик и друзья вот бассейнчик я только из него вылез в общем походу вот там вот внизу две дырочки сейчас еще положим пенопластик бросим сюда пленочку и начнем вложить уже трубы утеплять все это дело кстати вот видите я пропенил вот сейчас арменом общался он говорит вообще что в принципе уже вода хрен туда пройдет но посмотрим в общем вот и для сахта какой-как регистрат а вот а а а а а а а а ребят бассейн готов вот так вот выглядит он уже со стяжкой конечно стал мельче бассейн стал мельче ниже чем был дело в том что получилось там вообще очень-очень много стяжки потому что нужно было как-то придумать закрыть трапы ну и в общем начали мы заливать уже здесь лили всю ночь по моему с часа ночи до восьми утра что-то такое да дело в том что лили ночью потому что днем нереально работать вот 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 и и и и друзья вот короче мы занялись бассейном клеили пенопластом еще внешние внешнюю сторону вот здесь вот подсыхают уже шпаклевочка шпаклеваны уже все стены внутри и приваренные вот такие вот стоячки вверху они еще подрежутся правда не знаю насколько может сантиметра на 10-15 может даже на 20 здесь будут верху стоять 3 евро куба и будет осуществляться непосредственно на этот бассейн фильтрация и возможно даже к этой фильтрации я подсоединю с точку которые будут стоят вот по эту сторону в общем сегодня мы вот именно этими занимались и вот сейчас мы занимаемся тем что а да кстати еще добавили вчера вот видите по краю бассейна идет такая вот темная накладка это мы выравнивали края бассейна вчера чтобы все было по уровню чтобы все было красиво и ровненько и вот сегодня мы занимаемся галтельками в самом самом бассейне вот уже будем делать гидроизоляцию и да сбоку в скором времени положим сюда уже плиточку ребят данный момент дядя гена занимается гидроизоляцией вот говорит что достаточно тугая шпаклевочка вот эта гидроизоляционная тяжело тянуть но будем надеяться что свою основную функцию она будет делать сейчас я вам покажу как это дело выглядит вот мешочек в общем сэкономил я взял вот такую вот смесь гидроизоляционную сэкономил я ребята около 8 а то и даже 9000 гривен потому что мне фирме которая занимается непосредственно бассейнами парили там шпаклевку чуть ли не по 2000 гривен за мешок взял его 10 мешочка вот такой вот она у меня здесь лежит ну будем надеяться что ее вполне хватит потому что но сам бетон как бы мы делали хороший плюс все стены вот здесь вот там шпаклеваны вот такой вот это фасадная шпаклевка универсальная она тоже влагостойкая у него по поглощение нулевое влаги вот у меня когда-то вот на этой стене если вы помните здесь был проход и вот по бокам очень сильно тянула влагу вот здесь были стены мокрые когда мы закрыли вот этой шпаклевкой стены стены моментально стали сухие то есть вот это вот шпаклевка она уже работает как гидроизоляция ну и плюс еще скрываем вот такой вот ну а сверху мы положим на вот этот вот клей плитку это достаточно дорогой клей там по 400 гривен мешок стоит вот у него тоже нулевое поглощение влаги плюс он рассчитанный на теплые полы и вот даже для фасада он выдерживает имени минус минусовые температуры и плюс там не помню уже сколько ну в общем такой достаточно хороший но сказали что это один из лучших циррозитов 117 если я не ошибаюсь а да вот написано 117 см в общем на него будем бросать плитку а все швы я решил заделать силиконом друзья то есть ну вот применяю вот такую технологию строю бассейн в первый раз и думаю что всего того что я задумал вполне хватит для того чтобы полностью отсечь воду от внешней среды то есть напомню у нас сначала и шел шла пленка там я не помню уже сколько микрон но она общем предназначена эта пленка была для теплиц вот мы отсекли влагу раз потом пенопласт для термоизоляции потом бетон потом значит шпакленка потом гидроизоляция потом специальный клей на плитку и все швы плитки будут заделаны герметиком аквариумным вот в общем друзья как то так да и кстати вот смотрите как сейчас я покажу с другой стороны как красиво выглядит уже бассейн с галтельками очень симпатично мне очень нравится вот кстати как уже выглядит бассейн я все не показывал в общем вот и внизу там тоже уже два ряда есть есть хочу сразу сказать что вот это все помещение это когда-то был сарайщик и здесь жила коровка здесь жили хрюшки здесь вот половина была там хозчасть то есть здесь стояли всякие там ведра лопаты и тому подобные вещи ну какие обычно стоят сараев в селе да но во второй половине жила коровка жили свинки и так далее и вот как раз на месте где жили коровки и свинки я принял решение построить этот бассейн потому что нужно было по максимуму выбрать земли ну сами понимаете да жила коровка накакала писала и вся эта уходила в землю и для того чтобы это потом все не воняло я выбрал отсюда землю когда я строил все это я по периметру со всего помещения выбрал 40 сантиметров земли ну а в самом где вот вы видите сейчас бассейн мы углубились где-то около метра то есть мы углубились метр всю эту землю нам пришлось оттуда вывозить и в общем начали мы с того что мы вырыли яму и заложили туда трубы на переливы то есть вот эти друзья трубы мы заложили и я хотел осуществлять и циркуляцию воды в бассейне через них а я их прошел силиконов для того чтобы избежать течи и заложили мы их вот вы видите вот здесь вот один выход и вот там вот еще один выход вот мы заложили две трубы и кстати да благо то что в самом помещении фундамент строили но я так понял еще во времена советского союза и высота фундамента почти полтора метра это нам очень сильно помогло потому что пришлось бы подрываться подливать подушку под фундамент но этого всего нам удалось избежать за счет того что фундамент был достаточно высокий и собственно мы весь фундамент и все стены где стенки бассейна будут с ними соприкасаться все это дело ребята утеплили пенопластом в 10 сантиметров ну и в общем сложности получилось ребята вот то что мы сейчас видите правда есть небольшой момент на самом то деле было три запуска этого бассейна первый запуск был неудачен бассейн дал течь и я честно говоря думал о том что протекают как раз вот эти вот трубы ребята я думал что мы их плохо проклеили и я думал что течь получается из-за этих труб но нет как оказалось причина была совсем не в них я эти трубы заглушил я вот вам показывал до бассейне вот заглушил я вклеил из десяти или двенадцати миллиметрового стекла я вклеил вот такие вот 30 на 30 сюда заглушки но оказалось что проблема не в этом оказалось что ребят что бассейн подтекает где-то между швами плитки течь была не сильная и скажем так если бы этот бассейн предназначался для того чтобы в нем плавать самому то в принципе без проблем на этом бы можно было и остановиться там течь была не очень-то и сильная но если учесть тот факт что мне нужно было сохранить воду нужно было сохранить температуру и я спустил это уже значит первый раз я спустил бассейн заклеил эти трубы опять напустил воды опять бассейн протекал я спустил его второй раз он просох прошу просохли все швы и в общем я сделал следующим образом так как так как в принципе у меня этот бассейн не для купания а для рыбы я сделала следующее я промазал все швы силиконом ну а для того чтобы силикон отсюда просто вот от швов от именно самой гидроизоляции шов не отставал силиконовый я сверху сверху полностью приклеил вот такие вот полоски по полтора по моему или два сантиметра то есть чтобы вы понимали затянул затянулся запас бассейна из-за того что я полностью каждую клеточку бассейне проклеил вот этими полосками каждая клеточка в этом бассейне сделано вот таким вот образом видно вот здесь вот здесь вот видно стекло таким образом ребята у меня получился по сути аквариум он получился полностью герметичный на сто двадцать три процента и ну в принципе как бы я доволен потому что если бы я вам этого не сказал даже те люди которые приходят сюда они далеко не сразу замечают они замечают вот этот нюанс уже тогда когда я им обращаю на это внимание что мол вот сделано так и так и кстати трубы вот эти можно было бы и не 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 глушить они на самом-то деле и не протекали получилось но так как я уже их заглушил так как я уже запустил этот бассейн то пока что они то пока что они стоят вот таком вот состоянии пока что я трогать их ничего с ними делать не буду ну а там на будущее посмотрим возможно что-то где-то я поменяю возможно перри иначу но это будет возможно где-то в будущем вы знаете что изначально я когда строил бассейн я сделала еще вот здесь 4 перелива 4 отверстия на случай если мне нужно будет здесь под сделать подачу воды либо сделать еще один слив и ребята я сделал очень хорошо потому что ну как видите в данный момент как раз через эти трубы и осуществляется здесь вся фильтрация то есть здесь сейчас вот работает две пятьдесятых трубы собственно эти две трубы работают следующим образом 1 берет забор самого низу вот видите да то есть самого низу идет забор воды и проходит сюда а вторая ну я высчитал подъем воды и мне буквально вот на на 2 трубой у меня буквально там один миллиметр подъем воды значит этот перелив он снимает пленку после кормления чтобы сверху вода была чистенькая ну а это собственно все какахизна вот увидите я думаю вам видно надеюсь вам видно что дно в принципе кругом чистое вот здесь немножко грязи есть возле самой заборной трубы но это такое дело еще часик два просто рыбка проснулась покакала я думаю еще часик два максимум три и это все уйдет сам относительно сам по ребята но если вы помните я вам говорил что я свой сам чищу там раз в полгода сейчас когда я запустил бассейн сейчас когда там рыбка есть а ест она каждый день съедает почти два килограмма форма сейчас мне приходится бассейн чистить каждые две недели ну то есть как чистить я прочищаю первую сливную камеру там не стоят мочалки крупнопористые и собственно их я и прочищаю то есть обслуживание получается раз в две недели ну как бы мне это не напряжно потому что я и так здесь провожу каждый день минимум по 4 часа и поэтому как бы я уже себе взял за правило что вот каждые две недели мне нужно сам почистить значит я думаю вы поняли что как раз данный момент всю фильтрацию для этого бассейна осуществляет сам но это ребята временное явление точнее частично временное то есть этот сам и останется как фильтр для этого бассейна точнее он полностью переоборудуется в механический фильтр а вот здесь если вы заметили здесь есть вот такой вот помост сделан над бассейном и значит этот помост на нем должно стоять 3 евро куба он сварен вот из профиля 5 на 10 здесь у нас 5 на 5 профиль ножки 5 на 5 здесь тоже 5 на 10 там профиль 5 на 5 но здесь 4 ножки вот сварено все это из вот такого вот профиля здесь должно стоять 3 евро куба один из которых будет делать биологическую фильтрации воды там где-то будет литров 600 плавающей биозагрузки а два остальных это будет резервный евро куб для воды то есть мало ли какой нюанс может быть но я думаю так я буду ставить здесь набирать воду чтобы она прогревалась помещение и собственно чтобы подмены делать протоку делать уже водой прогретой и собственно еще один евро куб будет здесь стоять здесь будет собираться у меня осмос осмос он будет набираться будет отстаиваться и собственно его уже я буду использовать не листовика и там возможно какие-то там травнички будут не знаю но как-то так ну собственно я решил использовать над бассейном вот это свободное пространство для того чтобы осуществлять там воду подготовку и биологическую фильтрацию для бассейна и все этой стойки в частности ребят в будущем ребят здесь планируется еще одна стойка она будет длиной но чтобы вы понимали вот да вот так вот она будет длиной ну принципе как и это стойка вот четыре метра здесь еще будет стоять один внизу сам здесь будет стоять наверху большой аквариум а сверху на этой стойку будут стоять не листовички маленькие и собственно этот сам будет тоже подключен к этой системе и он тоже будет работать на механику то есть биология хочу разогнать весь объем вот этой воды то есть бассейн плюс аквариум и тут еще один будет большой аквариум хочу разогнать весь объем воды до 20 тонн ребята хочу сделать водоизмещение для всей рыбы которая будет жить в этих аквариумах 20 тонн таким образом ребята я получу отличное водоизмещение отличный газообмен для рыбы даже на случай непредвиденных обстоятельств в таком объеме рыба сможет выдержать даже при плотном населении неделю и две без подмен плюс ко всему у меня будет два сам по которые будут делать механическую очистку воды всей системы и как минимум один а возможно и два евро куба будут работать на биологию и таким образом я думаю я добьюсь хорошей воды хорошие показатели воды и собственно комфортных условий для рыбки так и еще смотрите после это уже по моему третья неделя после запуска бассейна первые две недели я делал тесты воды на аммиак аммоний нитрит нитрат фосфат что там еще уже не помню ну в общем я делал каждый день вечером перед кормлением я делал каждый день замеры параметра воды хочу сразу вам сказать что не аммиака не аммония не нитрата в этой воде за две недели я не увидел после двух недель я начал делать замеры параметров через день и в общем ребят максимальный показатель нитрата в воде который я вот здесь увидел это почти 10 миллиграмм на литр выше показателя я здесь не увидел причем ну вот если бы все это население посадить взять даже несколько 500 литровых либо там аквариумов по тонне посадить несколько аквариумов при той же фильтрации показатели бы были бы намного выше чем это связано но лично по моему мнению как вы видите площадь поверхности бассейна достаточно большая вот постоянно идет аэрация и постоянно идет подача воды вот видите какой напор и постоянно движение вода на поверхности находится в движении я думаю что именно низкие показатели аммиачных соединений связаны с тем что весь азот из воды большей степени выветривается и когда я вот это вот засекал когда я вот это все измерял и смотрел у меня сложилось впечатление что вот именно от бассейне и аквариумы с открытым верхом очень крутая штука для заселения крупной рыбы ну конечно же если у вас есть араваны либо там рыбы которые выпрыгивают из аквариума в частности видите анфиса у меня анфиса у меня плавает в аквариуме они в бассейне конечно же открытый верх не поддержишь ну ребят собственно так я думаю вкратце я много чего рассказал вам рассказал вам о планах что я планирую еще делать с этим бассейном делать работы много и сейчас тормознули холода во первых во вторых сейчас и вот я искал евро кубы самый дешевый три три с половиной тысячи но это я имею ввиду такой чтобы не из-под дикой химии а из покой какой-то там глюкозы либо там какого-то клея не на химическая на водной основе в общем но мне пообещали до конца марта сделать три хороших евро куба по адекватной цене потому что покупать по три три с половиной тысячи евро кубы я считаю это очень дорого и не оправдывает себя вот значит жду на евро кубы ребят потом меня упирается сейчас в тепло потому что в помещении варить стойки каркасы под бассейн не получается а на улице не дает погода но вот последних два-три днях по моему погодка более-менее стабилизировалась но посмотрим еще недельку вторую если с погодой будет все хорошо начну варить стойки и каркас и да ребят я думаю вы поняли теперь ребят почему вот это помещение я иногда называю рыбный сарайчик потому что здесь изначально был сарай который превратился ну я не хочу называть это разводней по одной лишь причине здесь то рыбка будет разводиться но разводня звучит как-то знаете так ну чтобы кто-то кого-то разводит поэтому это не разводя ребята это рыбный сарайчик напишите пожалуйста в комментариях предложение о названии вот это помещение потому что ну как там мне его нужно дальше дальнейших видео называть и я честно говоря теряюсь не знаю как его назвать ну пока называю рыбный сарайчик значит пишите свои предложения относительно название этого помещения а тут то чье предложение мне больше всего понравится получит от меня плюшку ну это уже как бы будем говаривать лично но вот как то так как 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 так как Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok